Крошечный галожаберник научился высверливать и засасывать добычу благодаря особому строению глотки. Биология 13-17-27 ДЕК. 2018 сложность 2.3 Крошечный галожаберник научился высверливать и засасывать добычу благодаря особому строению глотки. Микрофотография Радулы ВСЕСЕФ Элегенс Полученная с помощью сканирующего электронного микроскопа Анна Михлина Галожаберный моллюск ВСЕСЕФ Элегенс Питается, высверливая многощетинковых червей из известковых трубочек. Ученые из МГУ исследовали строение глотки этого моллюска и обнаружили специальные приспособления, позволяющие ему так питаться. Результаты опубликованы в Journal of Morphology Отряд галожаберных моллюсков Нью-Дайбранкия Относится к классу брюхоногих. Эти морские моллюски утратили раковину в процессе эволюции. Их вторичные кожные жабры расположены на заднем конце тела и образуют анальный венчик. Они имеют иногда очень причудливую форму, хотя у некоторых видов и вовсе отсутствуют. Небольшой оранжевый моллюск ВСЕСЕФ Элегенс Длина которого не превышает 5 миллиметров, обитает в морях на Дальнем Востоке. Он питается многощетинковыми червями, которых высверливает из известняковой трубочки и вытягивает через получившееся отверстие. Однако до сих пор не было понятно, какой именно механизм позволяет ему питаться таким образом. Микрофотография моллюска ВСЕСФ Элеганс, полученная с помощью светового микроскопа Антон Чичвакин Поделиться Анна Михлина, аспирант кафедры зоологии беспозвоночных биологического факультета МГУ, вместе со своими коллегами изучила строение мышц глотки и родула моллюска. Ученые рассмотрели подробности строения зубцов родулы с помощью сканирующего электронного микроскопа и изучили мышцы глотки с помощью трансмиссионного микроскопа. Глотка ВСЕСЕФ Элеганс Оказалось похоже на глотку его несверлящих родственников, однако нашлись и особенные приспособления, связанные со специфическим способом кормления. В полости рта есть объемные многоклеточные железы, секрет которых может помогать растворять моллюском стенку твердых трубок, в которых живет их добыча. Глубже, в пищеводе, расположены боковые железистые мешочки, секрет которых может помочь проглатывать твердые частицы, такие как стенки трубки или щетинки червей, не повреждая стенки пищевода. Еще одна особенность строения кольцевая глоточная мышца, состоящая из чередующихся слоев кольцевой и радиальной мускулатуры, приспособленной для засасывания червя через просверленное отверстие и перетирание его в ротовой полости. Зубы на родуле у сложных крючковатых форм и похожи на зубы моллюсков, например, питающихся добычей, которую приходится добывать из твердых домиков. Похоже, такая родула приспособлена для бурения твердых оболочек. Процесс питания, по мнению авторов, происходит следующим образом. Сначала открывается рот и родула выдвигается к стенке трубки червя. Движение из стороны в сторону, с помощью боковых мышц, сопровождаются секрецией растворяющих трубку желез. Острые зубы родула закрепляются в теле червя и тянут его в ротовую полость через проделанное отверстие. Миклина Эттал. Процесс кормления. Вейси Иэ Си Эф. Элеганс. Этап бурения. Моу. Рот. А. Родула. БСПХ. Щечные мышцы. Э. Пищевод. Поделиться. Такой способ питания похож на механизм, известный для подкласса циногостропод. Кногостропеда. Включающие морских и пресноводных улиток. Еще один необычный тип питания был обнаружен у головожаберников клептоохота. Хищники ждали пока их жертва наестся и только после этого нападали на нее сами. Узнать больше о головожаберных моллюсках, а также посмотреть на некоторых из них можно в нашем материале «Бабочки моря», «Гении маскировки» и «Коварные ворюги». Александра Кочеткова. Александра Кочеткова.